Не складываются в этом сезоне дела у дублеров футбольного клуба «Тюмень». Причиной тому и стремительное омоложение состава, и череда травм, которые не дают вести подготовку в оптимальном составе, и выступления ряда игроков еще и в региональных соревнованиях. Вот и отчетный поединок 1-4 Кубка России среди любительских команд против «Миасского торпеда» прошел не по тюменскому сценарию. Гости сделали ставку на стандарты и контратаки. Уже в дебюте автозаводцы чуть было не исполнили сухой лист, а когда не вышло, горевали недолго. На вес с левого фланга замкнул Алексей Емельянов. У нас каждая игра, урок, когда с хорошей игрой. Я говорю, чем мы тогда же говорили, чем больше сильных команд, тем они быстрее должны расти. Что касается уроков, ну да, ошибки, скажем, одни и те же. Так же сказать, опять счет вроде разгромный, скажем так. Но сегодня маленько попробовали сыграть по-другому, но, видимо, до конца некоторые не поняли. Плюс индивидуальные ошибки. Не скажу, что прям солидные преимущества. Такое ощущение, сколько гаевых моментов было, столько команда и забила. Мяч у тюменцев держался, но на своей половине поля. Возрастные гости развернуться сибирякам у своих ворот попросту не давали. Окончательно деморализовал дублеров супергол Дмитрия Пуртова. Положительного мало. В основном игра как бы у нас плохо получалась. К первому тайме как бы пытались разыгрывать, может быть, какие-то контратаки бы у нас получились. Попробовали новую схему. Старались, вроде бились, но, к сожалению, результат не радует нас. Силовая команда «МИАС». Ну, мы сюда приходим тоже, чтобы биться, добиваться результатов каких-то достижений. Да, есть у нас в команде молодежь, они не готовы еще, я думаю, к силовой борьбе. Но постепенно, я думаю, они обрастут костями, мышцами и, думаю, тоже дадут бой. Не задалась игра во втором тайме у голкипера Камиля Аюпова. Дважды он слишком далеко покидал свои владения, за что был нещадно наказан сначала Анатолием Семеновым, а затем Артемом Лаговчиным. 0-4. Чтобы хоть как-то наладить игру между защитой и нападением, Евгений Маслов выпустил на поле Андрея Павленко. У ветерана клуба молодежи есть чему поучиться. Правда, есть одно «но». Да есть, конечно, ребята что-то черпают, но, скажем так, не сильно. В общем, тренировочный процесс, скажем, отличается, чем в команде. Там все равно ровнее, даже что-то они хотели бы, может, почерпнуть, но не позволяет, скажем так, даже элементарное техническое мастерство исполнить тот или иной технический прием. Под занавес встречи хозяева были несколько раз в шаге от того, чтобы провести гол престижа. Но собственная неточность – голкипер «Торпеда» и «Фортуна» удержали ворота автозаводцев на замке. Крупное поражение, которое, конечно, не добавило коллективу оптимизма. К сожалению, наша серия сейчас идет из поражений и ничей. Очень тяжело психологически, но стараемся забыть как можно быстрее, начать с нового листа. Как бы более мотивация у нас. Все новые и новые достижения хотим увидеть. Ответный поединок команд пройдет в Миасе 15 сентября. Правда, со стороны результата смысла в нем, по сути, не будет. Продолжение следует...